Здравствуйте, меня зовут Таранов Денис Геннадьевич. Я главный врач территориального медицинского объединения Семья и Здоровье, город Горлок. Кратко о нашем лечебном учреждении. Мое лечебное учреждение включает в себя 27 стационарных отделений разного профиля, рассчитано на 395 коев. В составе нашего лечебного учреждения находится детская педиатрическая служба, поликлиническая служба с педиатрами узкого профиля и акушерско-гинекологическая служба. В составе акушерско-гинекологической службы находится перинатальный центр, которых на данном этапе всего двое на всей территории Донецкой Народной Республики. Общая численность населения обслуживают около 800 тысяч человек. Сегодня на утро в стационарных отделениях, детских отделениях находится около 130 детей разных возрастов. От нуля годиков до 18 лет. Акушерско-гинекологическая служба на утро. 48 женщин, 20 из которых находятся на родных сроках беременности. Некоторые находятся в родах. Мое лечебное учреждение за период боевых действий с самого начала три раза подвергалось категорийским обстрелам. Первые два раза были летом прошлого года, то есть 2014. И последний обстрел был 22 января 2015 года. Он был самый ощутимый, потому что снаряд прилетел непосредственно в самое сердце детской больницы в периметр между зданиями стационарных детских отделений. В результате этого обстрела у нас пострадали крыши. Всех трех зданий пострадали палаты, пострадали отделения, перекрытия, ну и соответственно фасад зданий. Слава Богу, что наши детки вовремя начали проходить инструктажи по гражданской защите. И они у нас обучены. Детки с двух с половиной лет знают прекрасно, как себя вести при начинающихся автобстрелах. Они выходят в коридорчики, становятся в поднесущие стены, потом ложатся на пол, складываются кубочками, закрывают ушки ручками, открывают ротики и высовывают язычки, чтобы избавиться от контейзма. Сейчас ведется планомерная работа по восстановлению наших цокольных этажей и подвальных помещений, для того, чтобы в период обстрела можно было разместить там детское и женское население нашей больницы, включая сотрудников. Потому что сотрудники семьи и здоровья не разу не покидали свой пост и в результате даже самых сильных, в момент даже самых сильных обстрелов сотрудники моей больницы всегда были на своих рабочих местах и оказывали круглосуточную помощь женскому и детскому населению. Горловки и прилегающих районов. Выражаю огромную благодарность от лица моего лечебного учреждения, от лица администрации, от себя лично, человеческое спасибо. И человеческое спасибо от всех женщин и деток нашего города Горловки и прилегающих районов, которые мы обслуживаем. А это Артемовск, Артемовский район находится временно на оккупированной территории, но все равно мы восстановим эту помощь и люди будут обращаться к нам. Это и город Дыбальцево, это и город Янакиво, как я уже сказал, Артемовск, Артемовский район. Это все обслуживаем мы, детская больница и перинатальный центр. Выражаем огромную благодарность Охромеевой, Светлане, общественному деятелю Российской Федерации. В ее лице всем жителям Российской Федерации, которые откликнулись на наши просьбы и которые нам оказали адресную гуманитарную помощь в виде препаратов медицинского назначения, в виде медицинского оборудования, которое очень не хватает, которое никогда, ни разу в жизни не обновлялось в этом лечебном учреждении. Соответственно, это 30-40-летние сроки эксплуатации. И плюс, часть из них в результате боевых действий. В результате боевых действий происходят перепады напряжения в электросетях. Очень часто оборудование выходит из строя. А иногда такое важное оборудование, как кювезы для новорожденных и наношенных деток, как аппараты искусственной вентиляции легких, как прикроватные мониторы, которые у нас были один и, к сожалению, тоже вышел из строя. И вот сегодня, как глоток свежего воздуха, к нам в больницу поступила гуманитарная адресная помощь. Это и прикроватный монитор, это и стерилизационные шкафы, это и шкафы для хранения мединструментария, это и очень большой набор расходных материалов медицинского назначения. Спасибо вам большое. Стерилизационные лампы. Спасибо огромное всем заводам-изготовителям, всем людям, которые откликнулись, всем меценатам, которые откликнулись на наши просьбы и действительно доставили очень ценные и важные грозы. Еще хотелось бы сказать большое спасибо за содействие и организацию доставки адресной гуманитарной помощи из Российской Федерации через таможню, через границу. Это команда ветеранских организаций из Югры, которая создана губернатором Хантамасийского автономного округа Натальей Комаровой и Министерством обороны ДНР в лице Эдуарда Басуина. Ребята, спасибо вам огромное. Вы сделали очень большое дело, оказали очень огромную помощь и груз действительно прибыл в город герой. Я лично спасибо перечисленным людям за помощь в перевозке груза через границу. Возникли некоторые сложности, которые мы благополучно разрешили совместным населением. Спасибо вам огромное. Мы очень надеемся, что Российская Федерация о нас не забудет. И пожалуйста, отвлекайтесь на наши просьбы, потому что вы нам очень нужны. Через Светлану. Мы будем держать связь со Светланой. Пожалуйста, кто чем сможет по возможности, помогите пожалуйста деткам, женщинам, беременным нашего города. Это обязательно воздастся. Спасибо огромное. Главный врач городской больницы номер 2 города Горловки Харьковский Владимир Константинович. Выражаю благодарность Светлане Ахрамеевой за оказанную нам помощь в медикаментах и инструментариях. Благодаря этому мы будем оказывать помощь нашим больным, которые не останутся без внимания. Спасибо. Нам очень нужны эти медоборудования и изделия медицинского значения. Особенно такое, как металлические кушетки, носилки. Так как во время боевых действий сейчас нам приходилось носить раненых, можно сказать, на простынях, на полотенцах. Это катастрофически не хватало. Также спасибо вам огромное за зонды, за системы, за сухожарного шкафа, который нам очень, очень нужен. Мы вам очень благодарны, что вы смогли нам доставить это, смогли нам помочь. Также, ну, мусора нуждались и в перчатках, и гипс, так ное, тоже нам очень был нужен, потому что у нас тоже проблема с гипсовой бельтами, с гипсом. Большое вам спасибо.